До Нового года остаются считанные дни, и многие жители Тверской области уже вовсю планируют свой досуг на длинные январские каникулы. Однако развлекательная программа, конечно же, будет напрямую зависеть от погоды. Какие сюрпризы она преподнесет, нам выяснил у синоптиков наш корреспондент. Валенки или резиновые сапоги. Какая обувь будет актуальна для тверичан в новогодние праздники? Ведь погода у нас капризничает. То январские морозы в начале декабря, то снегопады, то дождь и лужи. В конце декабря на территории Верхней Волжи установилась довольно комфортная погода. Столбики термометров показывают положительные отметки или же слабый минус. Даже подосели выпавшие в начале декабря сугробы. Но надолго ли такая температура задержится у нас в Тверской области? Если брать прогнозы специалистов центров области, то по их долгосрочному прогнозу, на европейской части России никаких погодных аномалий не ожидается. Ни крепких морозов, ни оттепелей. Все показатели должны оставаться в пределах климатической нормы. По предварительным прогнозам в Тверских синоптиках, в Тверской области сохранится всю неделю неустойчивая погода. До 29 декабря и днем, и ночью будет небольшой минус. Ветер западный, умеренный, небольшой снег. 29 декабря с прохождением теплого атмосферного фронта мы ожидаем осадки в виде снега. Днем с мокрым снегом. Температура днем ожидаем минус 2, плюс 3 градуса. 30-31-го сохранится неустойчивая погода. Небольшими осадками в виде снега, мокрого снега. Температура воздуха немного повысится. Так что последние дни года обещают быть теплыми. Правда, до конца месяца жителям некоторых районов области придется отложить походы на открытый каток в связи с положительными температурами. А мы, в свою очередь, поинтересовались у жителей Твери, какие планы у них на новогодние праздники и январские каникулы. За городом. Я там живу на празднике, поэтому поеду туда жить. Всего Новый год с семьей. Работать и, наверное, гулять по городу. Прогноз не узнавала, но ожидаю что-то снежное такое. Праздничный ужин, возможно, встречи с друзьями, посещение мероприятий, театр. Я надеюсь, что будет погода такая же, а погода очень комфортная. Учеба, к сожалению, к счастью, приоритет. Поэтому сначала учимся, потом отдыхаем. Я буду с внучками заниматься. Мы договорились уроки рисования проводить. Погода будет нормальная. Человек сам себе делает погоду. По словам синоптиков, во второй половине декабря температура воздуха немного превышает норму. Впрочем, и количество осадков в некоторых муниципалитетах тоже выше средних показателей. Вот и первые часы января не предвещают глобальных изменений. Первого, второго, третьего января характер погоды существенно не изменится. Морозов сильных мы не ожидаем. По предварительному прогнозу понижения температуры мы ожидаем к Рождеству. Но каким будет весь месяц теплее или холоднее норма, ждать ли крещенских морозов, синоптики пока не прогнозируют. Но в последние дни 2023 и первые 2024 никаких сюрпризов госпожа погоды Верхней Волжью не преподнесет.